Тверская область ставит перед собой задачу более тесной интеграции в Золотое кольцо России. Этому поможет новый межрегиональный маршрут Тверь-Ярославль. Что он даст путешественникам, а также как будут проверять готовность дорожной инфраструктуры. Об этом журналистам рассказали участники пресс-конференции, которая прошла 26 января в областном министерстве туризма. Вот на таких домах на колесах планируют с 26 по 28 января преодолеть маршрут Тверь-Ярославль участники автопробега. Он, помимо вышеупомянутых городов, пройдет через Кашин, Калязин и Углич. Это не просто прогулка любителей попутешествовать. Это начало реализации нового амбициозного проекта. Начинаем новую историю с коллегами из Ярославской области, которая, как мы думаем, получит не меньшее развитие. И будет также включена и в состав Большого Золотого кольца. Мы ставим себе задачу стать брендовым маршрутом в этом году и войти в состав национальных туристских маршрутов России. Ярославский коллега Надежды Выскуповой, участвовавший в пресс-конференции в онлайн-формате, также высказал поддержку этому проекту. Для нас это еще раз возможность представить, показать и расширить географию путешествий по нашему региону. Надеюсь, что у вас будет благотворная программа на территории Тверской области. И ждем вас на нашей земле Ярославской. Хотя, конечно, в первую очередь это выгодно Тверской области. Верхний Волжин не входит в то самое, придуманное еще в конце 60-х, Золотое кольцо. Поэтому нашему региону особенно бы хотелось расширить географию этого бренда. Сделать это решили, организовав маршрут Тверь-Ярославль. Но для начала качество дорог и сопутствующей инфраструктуры оценит группа из 10 профессиональных автопутешественников. Ведь иной раз все красиво бывает только на бумаге. Обратили внимание, что некоторые отели, рестораторы объявляют информацию, как у нас хорошо покушать. Товарищи, приезжайте, у нас 4 полотенца в номере. Отсутствует информация, как же припарковаться. У многих транспортные средства стоят 1,2-3, а автодома 10-15 миллионов. И, к сожалению, транзитом проезжают. Что касается Тверской области, то здесь власти как региона, так и муниципалитетов сделают со своей стороны все, чтобы повысить туристическую привлекательность региона. Это и субсидии на создание объектов туристического показа, и субсидирование части региональных налогов именно для объектов размещения гостей. Мы всегда готовы услышать бизнес, и в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, которые предоставляют услуги нашим гостям и нашим жителям. В Твери, откуда будет начинаться тысячекилометровый маршрут до Ярославля, уже обещают учесть все замечания, которые были высказаны по итогам работы проекта «Государева дорога». Увеличиваем количество стоянок для туристических маршрутов, для туристических автобусов. Получили ряд замечаний от экспертов в рамках проекта «Государева дорога». Они касаются необходимости развития общественных туалетов, и этим мы будем заниматься в текущем году. По инспекции будущего туристического маршрута «Тверь-Ярославль» участники автопробега начали с Морозского городка. Его через четыре года планируют превратить в город-сад, который хорошо впирсится в Золотое кольцо.